Я приветствую вас. Студия Ре предлагает новую передачу в рамках проекта Коберни. Это проект, который мы осуществляем вместе с Агентством развития ООН при финансовой поддержке Евросоюза. Сегодня мы будем говорить об одном значительном аспекте восстановления доверия. Это медицинская помощь. Как ею пользуются жители Абхазии, а также Южной Осетии. И как этот рычаг используется грузинской стороной для восстановления доверия между нашими народами. Вот на эту тему мы будем беседовать с гостями нашей студии. Медея Турашвили, исследователь из Кавказского дома Меги Бибилури, мост дружбы Карт Лоси, руководитель этой организации. Зура Бутешвили, руководитель Департамента чрезвычайных ситуаций, Министерства труда, социального обеспечения и здравоохранения. И Кетеван Батарадзе, руководитель Министерства труда и социальной защиты Абхазской автономной республики. Большое спасибо за участие в нашей студии. Мы будем обсуждать вопрос, какого типа этот механизм. Как возможно, чтобы программы медицинского обслуживания, например, неотложной помощи или плановой помощи, могли бы способствовать сближению граждан. Большое спасибо. Спасибо за то, что вы вновь вернулись к этой теме и посвятили ей передачу. Программу здравоохранения давно осуществляют власти Грузии. Это происходит с 90-х годов. Хотя с 2010 года, после того, как она перешла в референтную фазу, произошел рост числа пациентов. В первую очередь, это, конечно, имеет гуманитарный смысл. Поскольку, как вы знаете, в Абхазии и в Южной Осетии очень тяжелые социально-экономические условия жизни. И поэтому для жителей этих регионов очень существенна бесплатная помощь. Кроме того, тут и ответственность правительства Грузии перед своими гражданами. Хотя власти Грузии не контролируют эту территорию, тем не менее, они считают гражданами жителей этих территорий. Но эта программа имеет и побочный фактор восстановления доверия. Когда из Абхазии или из Южной Осетии приезжают Абхазы или Осетины на контролируемую грузинскими властями территорию, они останавливаются у своих родственников, ищут старые контакты, восстанавливают прежние связи. Для них Грузия как бы отчужденная среда, и они стараются наладить какие-то контакты. Это способствует увеличению доверия. Не менее важно и то, что врачи Грузии приобрели большую популярность в этот период, как в Абхазии, так и в Южной Осетии. И пациенты имеют к ним большую степень доверия. Мы провели исследование, и в рамках исследования пациенты нам говорили, что если они поедут в Россию, они могут поехать в Россию, но больше доверяют грузинским врачам. И они хотят именно в Грузии получить медицинское обслуживание. Хотя в последнее время ситуация несколько осложнилась. Вот о деталях того, какие проявляются проблемы, мы будем говорить, какова статистика господин Зураб. Сколько граждан перешло в этот период, или откуда у вас эти данные статистики? Приветствую, зрители. Поскольку здесь уже говорилось о референтной программе, об этом стоит поговорить отдельно. Большая часть этой программы финансируется. Но эти люди и раньше переезжали в Грузию. Но с 2010 года какой компонент появился у этой программы? И как произошло ее расширение? К нам перешло всего 3407 пациентов. С 2010 года финансирование было в пределах 4 миллионов 300 тысяч. И если у них есть свидетельство гражданства Грузии, то они попадают и в другие программы. И там также происходит финансирование этой программы. до 2010 года были ограничения. Когда гражданин из Абхазии переезжал в остальную часть Грузии, у него должно было быть свидетельство для того, чтобы он попал бы в реферальную программу. была выдвинута инициатива, в соответствии с которой не имело значения, какое у него свидетельство, удостоверяющая личность, поскольку он является жителем Грузии, живущим на территории Абхазии. И у него по разным причинам могло оказаться чувство страха, незащищенности, или могли возникнуть какие-то финансовые проблемы. А также у него могли быть проблемы с приобретением свидетельства личности. Вот эта процедура упростилась. И теперь посредством любого документа, допустим, свидетельства о рождении, который удостоверяет, что этот человек живет на территории Абхазии, можно было уже на основе этого включать этих людей в программу. Естественно, это увеличило число приезжающих, которые пользуются в настоящее время этой программой. Понятно. Да. Мы, конечно, еще будем детально говорить о том, какая разница между реферальной программой и программой защиты и здравоохранения, а также программой страхования. Госпожа Кетеван, насколько ваше министерство пользуется доверием у жителей Абхазии и Южной Осетии, и в какой мере они пользуются вашим ресурсом. Большое спасибо за приглашение в студию. Министерство здравоохранения Абхазии представляет звено, которое как бы посредничает между жителями Абхазии и правительством Грузии. И такое посредничество предполагает сотрудничество с центральной системой здравоохранения. Что это означает? С нами связываются пациенты, которые переходят из административной территории по разным механизмам. Они в этот процесс наиболее актуально включены неправительственные организации, и часто они осуществляют функцию логистики. Связываются с нами. В том случае, если пациент является этническим Абхазом, процедура проходит в министерстве реинтеграции, установление документации, то есть этот процесс координирован. После этого пациент приходит к нам, и мы как бы используем все ресурсы, чтобы произошла правильная переадресация пациента в соответствующие учреждения, будь то медицинские или какое-либо другое учреждение. А если гражданин уже перешел на остальную часть Грузии, на территорию, где нет проблемы юрисдикции, какая у него может возникнуть проблема? Он может легко наладить связь с Министерством здравоохранения Грузии. Вы имеете в виду Грузина или Абхаза? Я думаю, не имеет значения. Главное, я имею в виду то, что человек перешел эту границу. Что касается абхазских пациентов, перед ними острее стоит эта проблема, и наша включенность для них более существенно, поскольку все происходит посредством личных контактов. Они в большей мере нам доверяют, и это значительный рычаг касающийся личных контактов. Они уже информированы о том, как они должны быть включены в реферальную программу. и в министерство приходят в течение недели приходят примерно 10 абхазов, и у них есть желание встретиться со своими старыми знакомыми, соседями или родственниками из Абхазии. и это осуществляется таким путем. Что касается Грузин, то да, есть случаи, когда они сами находят дорогу в министерство здравоохранения, но есть и другие проблемы. Как я уже говорил, существуют неправительственные организации, которые включены в перевод пациентов и они осуществляют их последующее обеспечение, но также выявилась группа индивидов, которые пользуются эндикой просто случаем, и в том случае, когда пациент не информирован, какая у нас процедура и не знает, как получить соответствующие сервисы, эта группа этих людей пользуется этим, и часто мы оказываемся перед реальностью, когда пациент платит этой личности сумму, определенную сумму денег за, так сказать, мнимые услуги, к сожалению, бывают такие случаи, и кажется, наблюдается тенденция к росту таких случаев. Мы оказываемся перед неприятной реальностью. Пациент приходит в конкретное медицинское учреждение, и посредник обещает ему, что он будет на 100% профинансирован в реферальной программе, тогда как эта реферальная программа на этнического грузина не распространяется, и таким образом он становится бенефициаром общего здравоохранения, такого 100% финансирования он не имеет, и пациент оказывается в растерянности. у вас были случаи, когда граждане, переходящие из Финвалии или из Сухуми, и вот у вас частые контакты с ними. Бывали ли случаи, когда граждане, какие-то граждане предлагают им посреднический сервис? Да, в процессе нашей работы такого не было, но я скажу, что у нас недостаточное число количества информации, если говорить о Цхинвали, там недостаток информации в отношении этих программ, и как работает эта программа, и кому они в первую очередь должны обратиться, и какая необходима документация, вот эти процедуры не расписаны, и не донесены до жителей этого района. У нас был один случай, это было в связи с Красным Крестом, в проекте Красного Криста, особенно относительно жителей Цхинвали, при посредничестве Красного Криста человек переезжает к нам и получает медицинское обслуживание. Был случай, когда мы говорили с родителями, и они сказали, что чтобы получить услуги Красного Криста, в Цхинвали человек должен заплатить определенную сумму. И вот причина этого тоже нехватка информации. Я думаю, это черный пиар, когда среди местного населения распространяется информация, что эта программа, мол, не совсем бесплатная, и чтобы посредством Красного Криста произошел переезд, для этого необходима определенная сумма, которую надо заплатить. В этом я вижу недостаток информации, но я очень удивился тому, что появился посредник. Наверное, самое значительное в этом распространение как можно большего числа информации, чтобы граждане были информированы о том, как в подобных случаях должна действовать медицинская программа. И насколько эта программа может благоприятствовать сотрудничеству грузинских осетинских врачей. Этому была посвящена встреча одним из организаторов которой была госпожа Меги. Встреча состоялась в Стамбуле. Вот об этом мы расскажем в нашем сюжете, который подготовила наша коллега Нино Гелашвили. Отношения между грузинскими и осетинскими врачами для восстановления доверия между ними в Стамбуле произошла встреча. Врачи говорили о проблемах в области здравоохранения и делились своим опытом. я видел, что у них есть желание следующих встреч как на профессиональном уровне, как на уровне профессиональных тренингов, а также для знакомства с нашими программами, с нашими достижениями. я думаю, эта встреча имеет положительный результат. У меня была мечта того, чтобы грузинские и осетинские врачи встретились хотя бы на нейтральной зоне, и это сбылось сегодня. Вдали от нашей страны мы врачи делимся своими радостями и горестями делимся нашим опытом. Организатором встречи является организация Хартлоси. Встреча показала, что обе стороны готовы к тому, чтобы в будущем сотрудничать друг с другом и сделать все для того, чтобы поддержать пациентов и дать им возможность иметь доступ к здравоохранению. Грузинские и осетинские врачи конкретно работали над рекомендациями для того, чтобы выяснить, что необходимо сделать, когда пациент, нуждающийся в неотложной медицинской помощи, чтобы ему не пришлось преодолевать стоящие барьеры. Николос Дамукашвили, директор амбулатории деревни Никози, в 300 метрах от его амбулатории Цхинвали, хотя до сих пор из Цхинвали к нему никто не приезжал на лечение. Не было такого случая, чтобы кто-то приезжал из Цхинвали на лечение. Как вы знаете, в Никози живут смешанные семьи, грузино-осетинские смешанные семьи, и были случаи, когда из Цхинвали приезжал пациент, в программе проекта сформировалась рабочая группа асетинских и грузинских врачей, и эта группа совместно будет работать с проблемами в своих общинах, а также в решении этих проблем. Встреча врачей была осуществлена посредством финансовой поддержки Коберни. Струд Диаре продолжает дискуссию. Мы говорим о медицинском обслуживании как о возможности восстановления доверия. Господин Зурав, вы говорили, что существуют различия между обслуживанием граждан, которые переезжают на территорию Грузии, одни с целью медицинского страхования. Быть может, вы поясните это нашим зрителям. Конечно, мы не говорим о людях, которые живут в Южной Осетии. Они это прекрасно знают. Тут два направления. Есть реферальный перевод пациентов в тяжелом положении, в критическом положении. Их транспортирование направление цхинвали имеет более организованный характер, включая Красный Крест. У нас с 2010 года есть такие отношения с Красным Крестом. 24-часовая работа идет, диспетчерская служба обеспечивает этот процесс специальной машиной. часто бывают случаи, когда положение пациента было крайне тяжелым. А кто со стороны цхинвали это обеспечивает? Красный Крест. В этом случае осуществляем транспортировку прямо из Хинвали. Но Красный Крест принимает конкретные данные из конкретной больницы? Да. Или из другого населенного пункта? Или от местной администрации? непосредственно из больницы. Из цхинвальской больницы он получает информацию, что необходимо привезти пациента. И после этого с учетом состояния пациента происходит его трансформирование из Эргнета или из цхинвали. Что касается абхазской стороны, такого механизма в отношении Абхазии у нас нет. В этом году было всего два случая, когда из Сухуми надо было перевести пациента в тяжелом состоянии. Там в основном происходит обмен пациентов в зуб дыды, в рухи, но это носит такой неорганизованный характер. Я думаю это происходит из-за руководства Абхазии, из-за абхазского руководства или от функционирующих там организаций. И этот процесс там более спонтанный. Если кто-то прямо связывается с клиникой или со знакомыми, может произойти связь с Министерством здравоохранения Абхазии и потом они связываются с нами. Вот так удается организации этого дела. Это происходит в таком автоматическом режиме. Тут не имеет значения имеются ли у него свидетельства личности, является ли он гражданином. Что касается реферальной программы, вы знаете, что существует всеобщее здравоохранение в случае наличия у него свидетельства личности и неважно он из других регионов Грузии или из оккупированных территорий, он автоматически попадает в систему всеобщего здравоохранения. Если гражданин живет в Грузии, в Абхазии и у него есть удостоверяющее свидетельство личности, то он не попадает в реферальную программу. Да, поскольку он автоматически попадает в программу и, естественно, не может быть участником обоих программ. Но те граждане, у которых нет свидетельства, подтверждающие гражданство Грузии, но у них есть свидетельство того, что они живут на территории Абхазии, они попадают в реферальную программу, хотя финансовый потолок этой программы один и тот же. Появились ли какие-либо проблемы в связи с этими двумя разными программами? В реферальной программе, исходя из его значения, необходимы особое внимание к ней. Как говорил господин Зураб, 4 миллиона лари – это серьезная сумма, и мы должны знать, что она расходуется эффективно. Если мы посчитаем уже четвертый год, получается, что в год расходуется около миллиона лари. 3400 пациентов, и существенно, чтобы мы были уверены, что эта сумма расходуется эффективно. Что я имею в виду? В первую очередь, одна из проблем, которая имеется в этой программе, касается принятия решения, когда положение пациента не является неотложным. Если из Абхазии или из Южной Осетии пациент обращается к Министерству здравоохранения, чтобы было профинансировано его лечение, созывается реферальная комиссия, которая принимает решение, профинансировать его или нет. Как правило, все пациенты финансируются, хотя для вынесения решения необходимо от двух недель до месяца. Это если нет неотложной ситуации. А если необходимо неотложить помощь, если нет необходимости неотложной помощи, пациент приехал, прошел все процедуры и обратился к Министерству здравоохранения. После этого ему придется ждать от двух недель до месяца, чтобы начался процесс лечения. Вольницы до принятия такого решения не начинают процедуру лечения. Это значит гражданин из Финвалии или из Абхазии находится в Твилиси. Да, в Твилиси или Кутайси, где он проходит лечение. А если он не остался здесь в течение месяца и вернулся в Цхинвалии, после этого заново начинается эта процедура? Нет, но пациент не сможет вернуться, так как там закрытые границы и поэтому не так легко их пересекать в ту или иную сторону. То, что они от недель до месяца остаются у нас, в каком-то смысле это хорошо, поскольку они знакомятся со здешней ситуацией, встречаются с родственниками, налаживают контакты. Также необходимо учитывать, что они, как правило, остаются у родственников, которые живут в компактных поселениях для беженцев. Они, как вы знаете, находятся в тяжелых условиях. И мы во время исследования встречались с такими случаями, когда родственник останавливался у своего родственника в одной комнате. И чувствовал себя там очень неуютно, поскольку он ощущал угрызение совести, что оказался таким грузом для своего родственника. И он хотел, чтобы как можно раньше завершился процесс его лечения. В этой связи мы думаем, что кроме того, необходимо ускорить принятие решения от трех до пяти рабочих дней, поскольку от двух недель до месяца длится этот период. в связи с тем, что комиссия собирает материалы, сейчас у нас есть возможность связаться с фенуальским врачом, порастаиваем, у нас с ним будет телефонный разговор, и мы выясним, как фенуальский врач видит эту проблему, и вообще является ли это проблемой. Добрый день, Сармат, мы звоним из студии РЭС, сейчас идет дискуссия на тему доверия, на тему механизма медицинского обслуживания, который может способствовать упрощению доверия между гражданами и Южной Осетии из Абхазии, из Грузии. Поэтому мы хотели поговорить с вами, как с врачом из Хренвали, который имеет такие контакты с грузинскими врачами. Насколько вам кажется, что такой процесс может способствовать возобновлению и упрощению доверия между гражданами из Южной Осетии, из Абхазии, из Грузии? Это вопрос так называемых врачей без границ, это вообще существовал не сам вопрос, а сама политика врачей. Она должна быть действительно без границ, потому что иначе невозможно. Насчет восстановления доверия между пациентом и врачом, это доверие, мне кажется, всегда существовало еще и после первой войны, то есть после 90-х годов Южной Осетии. У нас республиканская больница лечила большое количество грузин, пациентов грузинской национальности, тогда, как вы помните, границы были открыты и к нам в связи с тем, что у нас были высокие уровни диагностики и оперативных методов лечения, то к нам многие ездили из Грузии, в частности у нас в урологии было несколько пациентов, которые приехали даже из Батуми, это удивительная вещь, будто в Батуми довольно-таки далеко расположены. Да, ну, сегодня, в данное время, я понял ваш вопрос, в данное время ситуация после 2008 года кардинальным образом изменилась, ну, доверие к врачам оно и есть, конечно, и дело в том, что сейчас официально из Республики Горького Света официально не посылают пациентов. Они официально не посылают сармат, но вот с вашей рекомендацией, допустим, сколько пациентов уже отправились на лечение в Грузии? Ну, это больше вопрос не ко мне, а к министру здравоохранения, или к главврачу, которые, наверное, ведут какую-то статистику. По моим предположениям, во-первых, основная причина почему посылают в том, что диагностические оперативные методы современной медицины, они абсолютно связаны с так называемым сэквитом, с оборудованием, с обеспечением больницы аппаратуры. И наша республиканская больница испытывает некоторые проблемы в смысле обеспечения аппаратуры диагностического и операционного операционных методик реализации. В связи с этим основная официально между Республикой Россией и Россией заключен договор, где он должен действовать о направлении больных на диагностику и лечения, которых невозможно предоставить и провести на высшую сухом уровне Южной Россией направляют в Россию. Я думаю, до 70% направляются в Россию под моим положением во Владикавказ и в клинике Москвы. А до 30% я думаю, уже сами своей инициативой пациенты идут в Белик есть еще такой способ, как бы обращаются пациенты в Красный Крест и они их направляют по своим каналам. Я никогда не это в основном в тех случаях, когда есть экстренная ситуация, когда нужно... абсолютно верно. В экстренных случаях Красный Крест бывает задействован и тогда через систему Красного Креста направляется в Личии. Большое спасибо. Сармат? Это был Сармат Парастаев. Он врач из Свинвали и говорил сегодня с нами из Владикавказа. Он говорил, что политическая обстановка мешает гражданам пересекать границу. Сейчас граница закрыта со стороны Свинвали и гражданам трудно переезжать в Тбилиси. Но кроме того, свинвальские врачи им рекомендуют ехать в Россию. И если кто-то все же решает приехать в Тбилиси, то он приезжает на свои средства. Как это может измениться? Да. Мы начали новый проект, который называется «Диалог между грузинскими и осетинскими врачами». и в рамках этого проекта произошла встреча в Стамбуле для того, чтобы произошло восстановление доверия между профессиональными группами врачей. В этом процессе большая роль принадлежит врачам. Вот в Стамбуле, когда приходят пациенты, есть возможность дать им рекомендацию и переадресовать их в Тбилиси. Когда мы встретились, оказалось, что часто и сами врачи не информированы относительно тех программ, которые действуют в Грузии, и не знают о тех механизмах того, как преодолевать эти барьеры, и они не знают о посредническом звеном, который может выполнить роль медиатора между больным и больницей. Существенно то, чтобы врачи включились в этот процесс. Вот в сюжете говорилось о том, что сформировалась рабочая группа грузинских и остинских врачей, и они уже работают на местах. Речь идет о том, что грузинская сторона, представленная врачами из Шидокартли, из Церовани, они начали обрабатывать информацию в связи с этими программами для того, чтобы населению было предельно понятно суть этой программы. И мы начали поставлять эту информацию. Первое, чтобы сами врачи разобрались, в чем суть этих программ и как их донести до пациентов. А врачи в Цхинвале стали создавать специальные кейсы, для тех пациентов, у которых имеется желание получить медицинскую помощь в Тбилиси, поскольку в течение многих лет у них имеются связи, имеются родственники, большая степень доверия в отношении грузинских врачей. кроме того, известно, что в Тбилиси имеется высокая степень медицинского обслуживания, и это также подталкивает их к тому, чтобы они приехали в Тбилиси и получили здесь медицинскую помощь. И кроме того, то, что они могут бесплатно получить эту помощь. Большое спасибо. Сейчас у нас реклама, после которой мы продолжим беседу о медицинских сервисах, которые должны способствовать восстановлению доверия. В студии продолжается дискуссия. Госпожа Кетеван, вот то, о чем говорила Меги в отношении Цхинвали, она говорила об отношениях между врачами в Гори и Цхинвали. Существуют ли такие механизмы в отношении врачей из Сухуми? В первую очередь хочу сказать, что модель, которая работает в отношении Цхинвали, к сожалению, она не может быть использована в отношении Абхазии. Возьмем хотя бы Красный Крест, который обеспечивает обслуживание пациентов по этой реферальной программе, тут радикально иная ситуация. Тут все предстает гораздо более осложненным. Существует целый ряд барьеров, хотя бы на административной границе. На блокпостах часто пациентам не дают возможность пересечь границу, даже в том случае, когда он нуждается в неотложной медицинской помощи. И если этим руководит Красный Крест, он не может работать так, как работает в отношении Цхенвали. Это одна из главных причин, из-за которой осложняется перевоз пациентов. Несколько недель назад скончалась женщина 42 лет от острого нефрита. Она не смогла получить неотложную помощь в тех медицинских учреждениях, которые там расположены. Ей необходимо было пересечь границу, и она скончалась потому, что ей не дали возможность пересечь границу. То есть мы тут имеем иные проблемы. Что касается отношений с абхазскими коллегами, то, конечно, такой проблемы нет в повестке дня. Более того, они очень осложняют нашим коллегам. Вот есть медицинские учреждения в Гальском районе, и многие тамошние пациенты пользуются местными сервисами, но там проблема кадров, квалификация медперсонала, соответственно, проблема оснащения, там нет соответствующих клиник и лабораторных установок, высокотехнологической аппаратуры. Все это усложняет обслуживание, и я думаю, одна из проблем в том, чтобы на оккупированной территории происходила переподготовка врачей. Кроме того, оснащение и ввоз соответствующего оборудования для того, чтобы было бы меньше случаев необходимости перевоза оттуда больных. Что касается информированности, это серьезная проблема. Пациенты сталкиваются с проблемами, потому что у них часто нет информации. Попасть в систему всеобщего здравоохранения гораздо сложнее включиться в такой автоматический режим. Граждане, живущие на Абхазской территории, которые не имеют свидетельства граждан Грузии, но в этом случае необходимо установить, действительно ли он житель Абхазии, а может он гражданин России. Комиссия должна рассматривать такие вопросы, но если растягивается время, нет, конечно, не имеет значения, кто он по национальности. У грузина может быть свидетельство гражданина Абхазии. И наоборот, многие Абхазы имеют грузинские свидетельства удостоверения личности. Я хочу сказать о необходимости неотложного перевода или воза больных, когда нарушаются права человека у жителей этих территорий. Вот я могу еще один факт привести. Когда на территории Свинвали пятилетний ребенок был в очень тяжелом состоянии, не имеет значения, какой он был национальности. Это был первый случай в 2010 год, наш первый приезд к Свинвали. В течение пяти часов мы стояли у Эргнеты и ждали, пока нам дадут разрешение на то, чтобы машина могла бы уехать. И где-то через полтора километра нам пришлось вернуться обратно, поскольку ребенок скончался. После этого был большой шум и вопрос стал очень острым. Пациенты находящихся в критическом состоянии после этого незамедлительно переправляют без каких-либо преград. И этим гражданам, которые живут в этих оккупированных территориях и приезжают к нам, им оказывается высококвалифицированная медицинская помощь. Что касается абхазского направления, то у нас только два случая в течение последних двух лет. Нашей координацией было осуществлено по направлению в Сухуми поехал Рианимобиль и мы перевезли пациентов. Это произошло без всякого вмешательства. Со стороны каких-либо организаций. И конечно наши службы пошли на этот риск и вывезли пациента. Слава Богу все хорошо закончилось. До 15 наших организаций финансируются из центрального бюджета, которые функционируют на территории Абхазии, а также неотложная медицинская помощь финансируется в Газском районе из центрального бюджета. Множество ремонтных работ мы произвели эти работы, передали машины, оборудование. Но что касается квалификации врачей на местах, конечно, эта квалификация желает лучшего. Также на территории Ахалгории финансируется поликлиника и больница. На самой территории Ахалгории, да, мы стараемся обеспечить там максимальный сервис. Говорилось о том, что сейчас слава Богу существует возможность, чтобы Красный Крест производил там определенные работы. В этом отношении там подходящая ситуация, но хочу указать на пациентов, которые не попадают в программу неотложной помощи. И есть несколько категорий. Есть такие, у которых нет никаких родственников и нет никаких контактов со столицей, но они имеют желание приехать к нам и получить медицинскую помощь. В этом случае мы стараемся сыграть посредническую роль. И мы берем на себя ответственность, когда пациент приезжает к нам, мы гарантируем его безопасность, а также обеспечение жильем. с квалификацией я хочу сказать, что у нас было два компонента. Первый это диалог в рамках Коберни, и это была замечательная встреча. А второй компонент это повышение квалификации среди грузинских и осетинских врачей. И в рамках этой программы у нас была возможность того, чтобы наши квалифицированные тренеры и врачи провели тренинги. Это касалось кардиологии, а также проблем здоровья детей. Нам удалось также воспользоваться новыми технологиями телемедицины. В этом направлении были проведены тренинги, и сегодня посредством телемедицины грузинские и осетинские врачи контактируют друг с другом, и когда пациент цинвали обращается с какой-то конкретной проблемой, то имеются возможности связаться с грузинскими коллегами и познакомить их с теми проблемами, которые имеются у пациента. так получить друг друга консультации. Я думаю, это чего-то стоит для восстановления доверия. И у меня еще один вопрос. Какой может быть главная рекомендация для того, которую можно предложить с непосредственным участником этой организации? Что наиболее значительно сегодня? Один вопрос. Это временной фактор. Об этом должно думать Министерство здравоохранения. Это важный вопрос, чтобы решение было бы быстрым, чтобы сократился срок. вопрос. И второе. Господин Зураб говорил о реферальной программе и о всеобщем страховании. Это две взаимоисключающие программы. Если гражданин, живущий на оккупированной территории и имеющий грузинское гражданство, попадает в программу всеобщего страхования, человек, не имеющий гражданство Грузии, попадает в реферальную программу. гражданин, гражданин, но необходимо учитывать, что всеобщее здравоохранение не касается всех заболеваний на 100%, тогда как реферальная программа охватывает все заболевания на 100%, получается, что жители Абхазии и Южной Осетии, люди, у которых есть абхазский паспорт, паспорта, а не паспорт, удостоверяющий гражданство Грузии, он имеет возможность 100% финансирования. В этом случае необходимо посредничество. Да, дополнительное посредничество. Да, это касается и остальных граждан Грузии. Был бы очень простым механизм того, чтобы в восстановлении правительства Грузии было бы записано, 333-е постановление, в котором говорится о реферальной программе, чтобы там было записано, что все граждане, живущие на оккупированной территории, независимо от их этнического происхождения, имеет право участвовать в реферальной программе. Вот эти два момента существенные, их надо учитывать. Вы считаете, что не надо их учитывать? Нет. Я думаю, что эти два правила очень упрощены. если есть лицо, имеющее свидетельство гражданина Грузии, почему он должен попасть в эту программу, если он уже получает обслуживание и он уже застрахован со стороны государства? Почему он должен писать дополнительные заявления для финансирования? но если он не попадает в эту программу, тогда финансируется реферальной программой. Но реферальная программа это довольно оперативная, в результате которой человек своевременно получает помощь. А что касается страхования, то это может быть растянуто во времени. могут быть отдельные случаи, о которых вы говорите, а так любое учреждение предупреждено. то в случае подобной проблемы, чтобы они связывались с нами и чтобы она быстро решалась, если это учреждение с нами свяжется. Если пациенту необходимо быстрое решение проблемы, происходит созыв реферальной комиссии. Было много таких случаев, когда в результате какой-то плановой операции происходил ускоренный созыв комиссии и реферальная программа, ей всегда необходим пересмотр контингента, для того, чтобы убедиться в том, что эти люди действительно живут на оккупированных территориях. И после этого все происходит очень быстро. Факт, что ситуация довольно неординарная и придумать какой-то конкретный механизм довольно сложно, который был бы универсальным для всех ситуаций. Когда мы говорим о медицинских сервисах, как о восстановлении доверия, необходима особая эластичность со стороны правительства. И неправительственный сектор и медицинский сектор все должны действовать по принципу в соответствии с тем, что каждый нуждающийся в помощи должен ее получить и получить своевременно. Лучшим образом у нас работала комиссия по улучшению медицинского обслуживания для лиц из оккупированных территорий. В нее были включены как представители неправительственных организаций, так и из других государственных учреждений. Мы войдем с инициативой, чтобы работа этой комиссии продолжилась и чтобы неправительственные и правительственные секторы совместно решали эти проблемы. Большое спасибо Кетевану Бакарадзе, Зурабут Яшвили, Медея Турашвили за то, что они принимали участие в нашей дискуссии и говорили о довольно острых и болезненных вопросах. Пожелаем, чтобы этот сервис обязательно получили бы граждане своевременно и было бы хорошо, если этот процесс в большей мере будет способствовать восстановлению доверия. До новых встреч! Мы будем ждать ваших соображений и мнений на эту тему. www.studio.red.org До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok